Так, доброе утро, дорогие друзья! Доброе, добрейшее, веселейшее январское утро! Сегодня 19 января, пятый день недели уже, глава ВАЭРА, пятый день, пятый день. Все, включаем запись в Телеграме, начать запись и с Божьей помощью мы начинаем наш традиционный урок Торы. Уже, наверное, лет пять он идет и, слава Богу, мы прошли много книг. Сейчас мы находимся, недельная глава ВАЭРА, пятый день, открываем пятый день. Значит, на прошлой недельной главе, да, урок наш был, чтобы сейчас вот, когда вы начинаете учить Тору, очень важно настроиться, вообще в любом деле важно настроиться, сделать намерение, да, то есть, как бы, у человека есть его намерение, его желание, то, что он, то, куда он вкладывает свое внимание. И вот этим намерением очень важно управлять, это самый главный выбор человека. Куда я направляю свое внимание, с чем я взаимодействую и для чего, да, то есть, и вот сейчас мы делаем урок, каждый может помолиться, сказать Всевышнему, что пускай вот мое сегодняшнее изучение Торы, то есть, у нас сейчас будет, знаете, как соединение со Всевышним, с Богом, с Творцом Мироздания. И вы можете сказать, что вот я сейчас, Муханна Мазуманна, верите, это подготовлен и собранный, да, такой замин, замин это, ну вот, ну такой готов-готов, да, собранный, готовый такой выполнить митцву, выполнить заповедь изучения Торы, и, значит, я прошу Всевышнего, чтобы заслуга этой заповеди, и каждый может сказать, что он просит от Всевышнего, кому надо здоровье для вас, для ваших близких здоровья, кому нужно, можно отдать заповеди эту, например, своим ушедшим уже близким, который в духовном мире сейчас находится, как раз Тора связывает духовный материальный мир, можно сказать так, чтобы вот, там, например, 20% пошло, чтобы папе моему, например, на небе, да, который сейчас находится уже год, можно 30% чтобы пошло туда, 50% туда, то есть, в принципе, каждый из нас сам распределяет свое время, свою жизнь, свои намерения, свои усилия, и точно так же выполнение заповедей Всевышнего, это такая работа, Аудата Шем, служение Богу, оно не отличается от обычной работы, если человек живет структурированной жизнью, он хочет не жить в хаосе, а хочет жить в свете, в таком, да, чтобы все было светло, значит, нужно идти по системе. Хорошо, и, естественно, мы все молимся, чтобы был мир, чтобы те люди, которые думают, что они могут войной решать какие-то свои вопросы, чтобы они передумали, потому что это была большая ошибка, войной вопросы не решаются. Хорошо, Весару, Ацепардым, Мимха, Уми, Батеха, значит, сказал Моша Рабейну, Фараону, и уйдут лягушки. Первая казнь была кровь, вторая казнь, Нил превратился в кровь, вторая казнь была лягушки. И вот мы сейчас подошли, значит, окончание второй казни, сказал Моша, что лягушки уйдут из домов египтян и из фараона, из твоего народа, и только в рите они останутся, в Йоре, останутся они в Ниле, в рите на память, раз, и второе, доказать, что это Бог, два, мы на прошлом уроте учили, что речная вода, вода в природных водоемах, она снимает колдовство. И чтобы показать, что это было не колдовство эти лягушки, то как раз вот те лягушки, которые были сотворены специально, чтобы показать, чтобы узнали, что есть Бог, они остались в Ниле. Хорошо. И вышли Моше и Арон от фараона, и сразу же помолился Моше Богу по поводу лягушек, которые были у фараона, и, значит, сделал Бог так, как сказал Моше, и умерли все лягушки, умерли. Значит, в Едипте все лягушки умерли, и их собрали в большие кучи. Представьте себе, вот улица, и на ней огромная такая, холм такой из мертвых лягушек. И, значит, заводялась вся земля, то есть это они все разлагались, жарко, вонь страшная, просто невозможная. Я когда дожил в Харькове возле мясокомбината, и вот, ну, как возле, несколько километров. И когда проезжали, вот, была дорога проспект Гагарина, мимо этого мясокомбината, все время там стоял вонь такая, да, от гниющих этих всех остатков. И вот, а тут весь Едипет покрылся этими лягушками, и было очень страшно. И увидел фараон, что стало полегче, Ше Айта Эрваха, что стало полегче, значит, уже лягушки, они не размножаются, все, и оттяжелилось его сердце, и не послушал он их, как и говорил Бог. То есть Бог говорил так, что фараон не исправится, фараон не отпустит еврести народа из рабства, и даже если он говорит, что отпустит, по факту не отпустит. И сказал Бог Моше, скажи Арону, пусть возьмет свой посох тогда и ударит по земле, и будет земля, третья казнь начинается, третья казнь Кеним, это вши. Это единственная из казней, в которой не было предупреждения, она была именно наказанием египтянам, да, то есть есть, в принципе, все неприятности, которые происходят в жизни человека, они происходят или как предупреждение, или как наказание. То есть, например, идет человек, идет человек, например, по улице споткнулся, упал, к примеру. Споткнулся, упал. Может быть, это предупреждение, может быть, потому что он, может быть, уже не занимается спортом, он, может быть, там выпивает, он не высыпается, он невнимательный, ходит все время с телефоном, и Всевышний ему шлет такое предупреждение мягкое, что смотри, я очень тебя люблю, ты очень хороший человек, и я тебя предупреждаю через вот эту вот болевую точку, что ты споткнулся, там, подвернул ногу, чтобы ты перестал быть невнимательным, и чтобы ты стал внимательным. Иначе эта невнимательность, если она перейдет на следующую стадию, она может привести к очень тяжелым последствиям для тебя и для других людей. Другой вариант. Идет человек, упал, сломал ногу. Значит, возможно, что до этого этот человек сломал ноги, там, 10 людям, сбитая бейсбольная, и он ходил, всем ломал ноги, там, по заданию, у него была такая работа. Да, и сейчас то, что он сломал ногу, это как наказание. То есть бывают проблемы двух видов, предупреждение и наказание. Теперь казнь, из 10 казней, казнь, вот это вот кинем в ши, она была без предупреждения, она была так, я читал, по-моему, Малвим это говорил, она была как наказание. Значит, сказал Бог, ударь по праху, и он превратится во вшей. И сделали так, и ударил Аарон, значит, своим посохом. Мы помним, да, что было у них два посоха волшебных. Один был у Машера Бейну, это был посох еще первого человека, сапфировый такой. И второй посох был у Аарона, тоже был какой-то у него серьезный посох. Ударил по земле Аарон, стала она вшами. И были эти вши на людях, на животных, и весь прах земли превратился во вшей. Представьте ситуацию, тут лягушки воняют, тут, значит, земля превратилась во вшей. И были эти вши на всей земле египетской, и сделали, попытались сделать так, Хартумим. Мади фараона попытались сделать так своими заклинаниями. Значит, Леоци, это Акиним. Есть говорят, что они постарались убрать вначале этих вшей. Убрать не получилось. Тогда они говорят, ну что, мы попробуем тоже сейчас сделать этих вшей. Попробовали они, не получилось. И сказали тогда эти мади фараону, Эдзбалаимьи, это палец Всевышнего. То есть, это перст, перст переводят на русский. Это перст Всевышнего. Значит, видим мы, что тут не можем мы справиться. Устная Тора нам говорит тоже интересную вещь такую, что магия не действует на объекты меньше, чем зернышко. То есть, вши, а не маленькие. И они пытались магия сделать, не получилось у них. И они говорят, значит, это все-таки создатель, творец мироздания. То есть, если это мог сделать только Бог, Всесильный, творец мироздания. Значит, и усилило сердце фараона, и он не послушал их, как и предупреждал Бог. И сказал Бог тогда Маше, вставай утром, иди к фараону, когда он будет выходить к рите, к Нилусу. Он каждое утро выходил к Нилу, это был у него такой ритуал. Значит, он же считал себя божеством, Нил божеством. И, в общем, божество по утрам приходило к божеству. И скажи ему, а Маше Рабену проходил сквозь все заграждения. Это есть известная история, как был такой иллюзионист в 40-е, 50-е годы. Забыл, как его звали. Но он с обычной бумажкой, он заходил, например, в управление КГБ. Он показывал, что это возможно. То есть, есть такие люди, которые без участия Всевышнего, но они могут так влиять на других людей, что просто проходят куда угодно. А Маше Рабену его же Бог послал, и он заходил куда угодно. То есть, это была очень интересная ситуация. Почему фараон не мог ему ничего сделать? Потому что Маше Рабену был unstoppable, неостанавливаемый. Он заходил куда угодно. Охрана, неохрана, звери фараона охраняли. Там что только не было. И Бог ему говорит, пройдешь там, где как раз он выходит к Нилусу. И, значит, и скажешь ему, так сказал Бог. Шалах, ами вая в дуне. Отпусти, вышли дословно, народ мой, и будут мне служить. Let my people go. Как пел в английской песне какой-то, да? Разреши моему народу выйти. Вая в дуне, и будут они мне служить. Если ты их не вышлешь, это он говорит Маше Рабену, текст, который надо сказать. Если ты не вышлешь, народ мой, вот я посылаю на тебя и на твоих рабов и на весь свой народ дитих зверей. О, начинается предупреждение о четвертой казни. То есть тут еще вши не закончились, а уже идет четвертая казнь, предупреждение. То есть было так, казнь идет семь дней, три недели Маше Рабену предупреждают о следующей казни, чтобы все знали, что это Бог, чтобы все выучили из этого урок, чтобы это не осталось забытым. Кстати, интересно, что есть папирус, называется, нашли египетский папирус, папирус Ипувера. Он хранится, я вам в следующий урок скажу номер, можно будет зайти в музей и почитать перевод этого папируса на английский язык. Я вам все скажу сейчас через интернет, можно это легко проверить. Есть египетский папирус, который описывает эти события с точки зрения египтян. Да, Вольф Мессинг, вот кто-то подсказал, да-да-да. Значит, Бог говорит Маше Рабену, иди к фараону, утром он возле реки, ты выходишь, и ему говоришь, если ты не отпустишь народ мой служить мне, значит я пошлю на тебя дитих животных, и наполнят они ваши дома. А эров, это всех дитих животных, змеи, крокодилы, вообще все, обезьяны-бедемоты, кошелоты, вся живность. Он говорит, я отправлю на вас, и разделю я, вот тут начинается, видите, вторая группа казни. Первая группа казни была кровь лягушки вши, что Всевышний, он может создавать любое количество новых сущностей, которые и менять их местами, да, то есть вода в кровь, лягушка, новая сущность, которая была одна лягушка, превратилась в миллиард лягушек, и вши, прах земли превратился во вшей. Но хорошо может он это делать, прекрасно, то есть он может быть бог воды, бог крови, бог вшей, бог лягушек. А вот начинается вторая группа казни, когда он, вот смотрите, вторая группа казни, она для того, чтобы показать, сейчас будет написано, бог прям сам скажет, зачем, зачем он делает вот этих дитих животных. Вот слушайте. Значит, я пошлю в этих дитих животных в и плейсе боем ау, и, значит, разделю я в этот день земля гошин, ашер амиуметале, что народ мой стоит на ней, народ Израиля, лебилте и йодшам аров, там не будет этих дитих животных, лиманте да, чтобы знал ты, ти ани ашембе кэр варэ, что я бог внутри земли. Значит, вторая группа казни, она для того, чтобы лиманте да, для того, чтобы ты знал, что я бог внутри земли. То есть не просто я бог, который создал что-то, но он не может этим управлять. Он может управлять каждым животным, каждым паучком, каждой, там, я не знаю, бабочкой, да, вот на этот цветок садись, на этот не садись. Вот до этой границы подлетай, дальше не вылетай. Это удивительно вообще, как это все работает, как рождаются птицы, которые знают уже, куда лететь. Они никогда, рыбы, которые плывут там по 100 тысяч километров, или пингвины, знаете, какие есть пингвины? Значит, рождается пингвин, он идет там 35 километров куда-то, и он идет. Потом он там спаривается с этой пингвиникой. Пингвиника уходит, пингвин остается, высиживает этого яйцо, потом там, ну, в общем, какие-то у них, и они же никогда не учились, книг не читали, смс друг другу не посылали. Все запрограммировано. То есть он уже рождается, пингвин, у него эта программа уже есть. Кто это все сделал? Лиман, ты да, чтобы ты знал, что я бог, который внутри земли. Представляете? То есть насколько, насколько все-таки мы пытаемся думать, что мы управляем каким-то миром, что-то мы там делаем, пыжимся, стараемся, всем управляет Всевышний. Все. А наша задача, кто хочет хорошо жить, главная задача какая? Установить хорошие отношения со Всевышним. Все. Мы сегодняшний отрывок прочитали. Прочитали. Прочитали мы сегодняшний отрывок, и получается, что у нас еще есть время, чтобы его обсудить. Давайте мы тогда его сейчас обсудим и посмотрим, что мы для себя можем выучить такого вот понятного, практичного, из того, что мы уже разобрали для жизни. Да, я очень люблю брать какие-то вот уроки и истории для ежедневной жизни. Первое, что мы можем брать для ежедневной жизни, что то, что называется казни, да, какие-то проблемы, неприятности, они одновременно являются уроками. Конечно, лучше, что мы читаем, что это было 3334 года назад в Египте. Мы можем, рассматривая то, что было, для себя извлекать уроки. То есть человек, он в принципе, он может не обязательно ему учиться на своих ошибках, правильно? Он может учиться на чужих ошибках, и он может учиться на чужих успехах. То есть мы можем, когда мы изучаем чужие пути, мы можем обращать внимание на две вещи. На чужие успехи, да? Кто правильно живет? Что значит правильно живет? Правильно это, если у него результаты жизни хорошие. Но опять же, мы видим результаты жизни только вот этот кусок жизни. Родился, умер. Но если мы смотрим на жизнь сквозь эту, как бы, призму, тогда кто является успешным человеком? Тот, кто долго живет. Тот, у кого хорошая семья, близкие отношения с семьей, жена, дети. Самое главное, самый главный параметр, кто хорошо живет. Вот давайте одно определение. Как сказать, кто живет хорошей жизнью? Давайте, вот одно определение. Кто как думает? Кто живет хорошей жизнью? Есть одно определение, оно очень простое, очень понятное. И вот именно оно и должно являться целью, целью существования, да, человека. Хорошо живет тот, у кого на душе хорошо. Логично? Тот, у кого на душе хорошо. Тот, у кого внутри, в сердце, на душе, в голове, в теле. Кому хорошо, тот живет хорошо. Кому плохо, тот живет плохо. Все, это понятно. Теперь, вот. И дальше начинаются объяснения. Все остальное это объяснения, как это достигнуть. Ашра Агевер, да, вот, кто-то напоминает первый псалом, первый псалом в Тейлим. Ашра Аиш, Ашерло Аллах Боицак. Счастлив человек, который не ходил по советам злодеев, там, и так далее. О, вот смотрите. Дальше все это объяснение. Значит, первое. Хорошо живет тот, кто счастлив. Теперь, если, исходя из этого, человек должен выстраивать свою жизнь. Если ты гонишься за какими-то, там, сверхбогатствами, тогда тебе всегда не хватает. Это, тут надо разобраться, как выстроить свою жизнь, чтобы у тебя было достаточно, чтобы ты был сейчас достаток, да, счастлив к своему уделу. И чтобы у тебя, значит, была любимая работа, ты хорошо зарабатывал, и чтобы у тебя не было зависти, недостатка ни в чем и так далее. Все. С этой точки зрения счастье достижимо. Второе. Тебе должно быть хорошо физически. Поэтому все вожделения, переедания, перепивания, пере, там, какие-то еще вещи, они все ведут к проблемам с телом. Теперь, так Всевышний сделал, что нам для счастья человеку нужно общение, коммуникация, причем общение мирное, шалом. Потому что если у человека общение немирное, да, он все время воюет, скрывается, прячется, скандалит, конфликтует, то это, конечно, ну, не может быть хорошо человеку, который вынужден все время ходить с охраной и всем доказывать, что я вас убью первые, а не вы меня. То есть я вот таких видел людей, влиятельных, богатых и так далее, но мне очень их, если честно, жалко всегда, да. Они все время в страхе. Все вот эти вот с телохранителями, те, кто чем больше он на понтах, чем больше он угрожает другим, тем больше понятно, что на самом деле ему все время страшно. И он, чтобы преодолеть этот страх, он ставит вот эту броню, броню, броню больше, больше, опаснее, типа бей своих, чтобы чужие боялись. И в конце концов всех вот этих завоевателей, Цезарь, там, Мукдон, Матидонский и так далее, всех, то есть они всю жизнь терроризируют окружающих, эти окружающие их ненавидят, они все время вынуждены жить вот в этой вот войне. То есть как может быть хорошо на душе. Вот. Теперь, значит, и дальше четвертая очень важная вещь. Есть взаимоотношения с людьми. Возлюбив ближнего как себя. Есть взаимоотношения с, значит, ну, деньги, работа, зарабатываешь, все. Есть тело, здоровье. Есть на душе. Хорошо должно быть на душе. Должно быть понятно, а дальше-то что? Ну, дальше что? То есть должна быть какая-то общее видение. Потому что царь Соломон, который был мудрейший из людей, богатейший из людей, больше всех жен у него было, 700 жен. Он, в конце концов, сказал, что все это эвелевелим, все это пар паров, да. Все это пар паров, он говорит. А когда, то есть пока ты это не достиг, ты за этим всем гонишься, но когда ты это достиг, а он это достиг. Причем достиг во всем, о чем человек может мечтать. Мудрость, деньги, жены, слава, богатство, сила, здоровье, власть. Все, все он достиг. И в конце концов, он говорит, все это не насыщает, все это пар паров. Эвелевелим. А что он сказал нам? Главное, это совдавар. В конце концов, околь нишма. Все понятно. Бога бойся. Страх перед Богом, это трепет. Это не обязательно страх. То есть есть страх, что Богу, мы же видим, какие он казни делает, какое-то, что в мире творится. Есть трепет. Вау. Это Бог, творец мироздания, он все это сотворил. Бога бойся. Заповеди его соблюдай. То есть Бог сказал, это делай, это не делай. Туда иди, туда не иди. Таким будь, таким не будь. То есть заповеди его соблюдай. Тезеколь адам, в этом весь человек. Вы да. И знай, он говорит, знай, мы должны это тоже запомнить. Что коль давар явила кимлю мишпад, каждую вещь приведет Бог на суд. Коль наилам, все скрыто. И хорошее, и плохое. То есть что имеется в виду? Знаешь, что каждое твое действие, каждое твое движение, каждая твоя мысль, каждое твое слово, оно имеет последствия. Если ты даешь добро, последствия по закону, как работает мир, будут добром. Если ты выдаешь зло, то оно обязательно тебе придет. Если оно пришло, то это скорее всего, это какой-то урок, предупреждение, где ты пошел не в ту сторону. Все, поэтому мы давайте идти в ту сторону, изучать Тору, потому что зеколь адам, в этом весь человек. Все, друзья. И чтобы в заслугу, что мы учим Тору, стараемся выполнять заповеди Всевышнего, чтобы Всевышний дал нам здоровье, раз, нам и нашим близким. Благополучие финансовое, два. Шалом в отношениях с близкими и с людьми, три. И, значит, духовное совершенствование, четыре. И шалом во всем мире, пять. Все, дальше изучаем Тору. И надо занять свою голову Торой. То есть если ты все время учишь Тору, думаешь, молишься, выполняешь заповеди, то ты мыслью прикрепляешься ко Всевышнему, и ты все время создаешь такой, знаете, майнинг, как ты вырабатываешь все время хорошую, добрую, позитивную энергию, которая будет тебя защищать. Абутеах Баошем, тот, кто полагается на Бога, хесет и совы вену. Милосердие его будет окружать со всех сторон. Все, всем удачи, успехов, хорошего, прекрасного дня. До завтра. Я сейчас себе запишу, я вам Папирус и Пувера завтра почитаю, как египтяне описывали то, что мы изучаем. Папирус и Пувера это называется.